Вера вечна, вера славна, наша вера православна. Отец Сергий, мы знаем, что вы попали когда-то в аварию, у вас была клиническая смерть. Вы были на этом свете. Расскажите подробнее, что там произошло. 15 августа 2007 года, возвращаясь с прихода, поздно вечером, где я служил, у меня с третьей полосы был большой ливень, меня выкинуло и ударило об столб. Притом удар был боковой, сработала боковая подушка, но она не защитила от удара, поскольку я ударился головой об стойку и потерял сознание, либо покинул тело, то есть это уже одному Богу известно. Только я услышал голос, который сказал, что это не наказание, это милость Божия. И затем темное пространство, абсолютно темное, то есть я куда-то чувствовал физически, что я куда-то поднимаюсь, но, то есть поднимался строго вверх. И сразу же после этой темной завесы, которая длилась какой-то период, престол Божий. И, как сказано в Священописании, Бог живет в свете неприступном. Господь, сидящий на престоле, и свет неприступный, настолько яркий, но и не ослепляющий. И этот свет являлся живым светом, то есть это свет, это благодать Духа Святаго. И сразу же ощущение вечности, то есть без временного пространства, оно как-то, какое-то было такое внутреннее ощущение, что времени здесь нет, время отсутствует. Представь пред престолом Божиим, Господь, сидящий на троне, находился от меня где-то в метрах 25 и вышиной, может, 3 или 5 метров. То есть Господь великан, как изображен поклонение души в Кипичевской лавре, если мы видим в ближних пещерах, где изображены мутарства и поклонение души человеческой Господу, маленькая душа человеческая и огромный Господь, сидящий на престоле. Сразу же после того, как ощущение наступило без временного пространства, сразу же огромная радость, счастье, блаженство, бескраничная любовь и все, что невозможно описать, той радости в этот момент, настолько это всё поглотило душу, что ты находишься в таком состоянии, как бы не совсем адекватном. Почему? Потому что перед Богом ты стоишь, перед Творцом Вселенной, Которому служил, молился, и ты понимаешь, что даже представить не мог, насколько Бог тебя любит и насколько радостно и счастливо находиться вблизи Бога. Господь же был, как я уже сказал, в свете неприступном во всём белом, то есть и светом такой, не как солнечный, более белый, то есть свет. С сравнением можно привести преображение Господня, потому что Господь никаких красок я не видел, то есть именно только белой одежды и всё вокруг белой. Справа и слева стояли святые, справа стояло четверо, а слева стояло трое. Но кто из святых находились рядом, даже косвенно было неинтересно узнавать, потому что весь взор и всё внимание обращено было только на Бога. И беседа с Богом происходила из сердца, то есть мысль и ум, и не говоря уже о голосовых, речевых связках, а о мысленных действиях. В мысли только слышался голос ангела, а с Богом происходил разговор из сердца. То есть такой вид коммуникации, что совершенно непостижимый, потому что в сердце слышался голос Божий, и сердце говорило с Богом. Я говорю, хотя ты свободен в действиях, то есть я после этого… Но это всё происходило, поскольку я сказал, что времени не было, это всё происходило в какой-то момент, но это было очень быстро. То есть я рассказываю долго, но на самом деле это всё быстро. Я оказался пред престолом Божиим, и сразу же это я описал просто ощущение, а так я поднял руки и говорю, Господи, слава Тебе, я уже дома. Но Господь говорит, Тебе ещё рано, отведите его. После этого меня повели в мое прошлое и показали прошлое до определённого момента, то есть до момента крещения, когда я крестился. Крестился я где-то в 21 год или в 22. То есть после того, как мне провели по прошлому, то есть я уже забыл, что существует земля, что… Ну, где-то я где-то был, где-то, ну, лет сто назад, лет сто назад я что-то видел, но мне совершенно не интересует, где это было, что со мной было. У меня было только одно желание – остаться около престола Божия и пребывать там всегда. То есть больше никаких желаний, просьб и ещё чего-либо не возникало. Хотя до этого я в жизни думал, что если вдруг мне случится где-то побывать, то я всё равно буду просить Бога, чтобы вырастить детей, построить храм. Но это всё земное мудрование, которое совершенно, когда ты находишься в вечности, совершенно не актуально. И как говорили многие те, кто побывал на небе пред престолом Божиим, что от престола Божия отойти невозможно, ни под каким предлогом. Хотя бы тебе предложили всё, что угодно, владеть всей Вселенной, но это всё равно никакого интереса не представляет, поскольку ты стоишь перед Творцом Вселенной и купаешься в океане любви, радости, благости и счастья Божьего. Передать земным языком, то есть и вообще даже близко невозможно. И на земле никогда ничего подобного испытать, ну разве что во время каких-то, во время литургии, как батюшка Серафим служил к литургии, видел Господа. Это можно испытать только в каком-то откровении Божием, где Господь действительно посетит благодать Святого Духа и дарует ту радость, то счастье, ту любовь. До этого я, конечно, не ощущал таких переживаний духовных, как перед престолом Божием. Как апостол Павел писал, да? Никому не подходило на сердце. Да, невозможно описать. Поэтому и желание только одно – остаться около престола Божия и больше никуда не двигаться, и больше ничего не знать. То есть всё это было уже когда-то, где-то давно, сто лет назад, и возвращаться к этому неохота, и нет никакого желания и стремления. И когда меня снова послали пред престолом Божиим, я говорю, Господи, оставь меня уже здесь. А Господь спрашивает, почему ты здесь хочешь остаться? Я говорю, потому что власти гражданские плохие, а церковные их ещё хуже. Господь улыбнулся и сказал, как ты молился дарования царя, иди и молись. Я дам России царя, и всё во вселенной изменится, но глагол себе удержи до времени. И я забыл о том, что Господь мне сказал вот эти слова. Потому что сразу же затем на преображение я прихожанам рассказывал, где я был, что со мной случилось, и что говорил Господь. То есть я бы рассказал это всё тем людям, которые, может быть, в то время и не было необходимости слышать это. После этого я спросил, а где Матерь твоя? Господь говорит, что Мать моя всё время на земле, и Можи всем говорить на земле, что на небе её нет. Она находится на земле, потому что время сейчас сложное, и она всё время находится на земле. И я вот это запомнил, как бы это тоже всё обрадовало и возрадовался. Ещё в тот момент, когда я спросил, когда Господь сказал, что я дам России царя, и всё во вселенной изменится, я спросил, Господи, а кто царь, и где царь, и когда будет царь? Господь сказал, что царь знает, что он царь, и я знаю, кто царь, и никому больше во вселенной не открыто, и ты этим не любопытствуй. Поэтому, когда назначают всякие архимандриты Рафаилы своих царьков и ещё определённые лица, которых уже бесчисленное множество паразитируют на этой теме, можно сказать словами Евангелия, что да никто не скажет, там царь или там царь, или тот царь. Сам Господь возлигнет его, и Сам Господь его прославит и поставит без каких-либо человеческих вмешательств, без каких-либо ухищрений человеческих, без каких-либо теперешних сообществ, так называя их монархических, потому что, как я уже сказал, с 2007 года я со многими где-то мне приходилось встречаться и общаться. Всё это основано только на своих корыстных личных интересах. Никакого теперешнего провозглашённого, самопровозглашённого или провозглашённого кем-то царька не было и быть не может, потому что все это лжецы, обманщики и аферисты. Мама отрока Вячеслава говорила, что к ней приходило уже восемь царей. И говорили, я не буду называть его отцом в связи с теми событиями, которые он провозгласил впоследствии, как я уже сказал, объявив архимонах, Иеросхимонах Рафаил, то есть он мне лично говорил, что ко мне приходили четыре царька. Говорит, Батюшка Волосвития и отцарь. Все духовно больные и абсолютно неадекватные люди. Но, тем не менее, под влиянием то ли вот этого своего друга-сатаниста, то есть который с ним рядом находится, его сейчас он стал схимником, я не помню. И раньше его звали Авелем, сейчас я не знаю, как его зовут. Точнее, не помню. Не помню, как его зовут, но он стал схимником. Либо под влиянием его, потому что он там всем управляет. Он назначил своего царька, ссылаясь, опять же, на мой рассказ, так и рассказывая об этом, так и сказал. А зачем ему это? Ну, потому что им это выгодно. Они с этого имеют доход, они с этого имеют деньги, они все поглощены своими целями. То есть, как я уже сказал, что любой, провозгласивший себя царьком, является либо духовно больным и абсолютно прелестным человеком, либо преследующий свои определенные цели, коммерческие, либо колдовские, может быть, оккультные какие-то. Ну, просто гордость – это, скорее всего, вот, как я уже сказал, больные духовно, которые просто по своей гордыне считают себя какими-то избранными. Кстати, мне тоже на Украине со мной связывался царек, вот, тоже он мне звонил, то есть, и на теле своем считающие бородавки и пиявки, которые там у царя должны быть, или еще какие-то принципы какие-то. Ну, в общем, довольно-таки забавный экземпляр. Ну, я с ним не встречался, не общался, как бы не хочу особо, в общем-то. В конце того, как Рафаил объявил своего царька, он сказал, что вот, кто его встретит, кому будет открыто, что он царь, нужно ему помогать, не только духовно, но и материально обязательно ему помогать, и как можно больше, как можно чаще. Да, то есть, вот и все, результат таков. Акция, да? Да, с Рафаилом я пробеседовал где-то с 10 утра до 9 вечера, то есть, практически целый день, и в конце концов оказался, вот, опять же, то есть, признали откровение перед Богом, но потом дальнейшее, то, что я им рассказывал, то есть, сказали, да, этот тебя, наверное, там, бес уже-то там, тебя водил, короче. То, что им выгодно, они взяли, то есть, то, что им выгодно за основу, как сектанты, то есть, они взяли начало, то есть, как я сказал, что, а вот Господь сказал отцу Сергию, что я знаю, кто царь, и царь знает, что царь, и вот он к нам пришел, вот наш царь, будьте любезны, поклоняйтесь, почитайте, и, главное, жертвуйте, жертвуйте нашему царю, которого вот мы знаем, что это нам откровение. Но забыв и откинув те слова, которые Господь сказал дальше, и никому во вселенной не открыто. То есть, может такое быть, что человек молится долго, а потом начинает верить в то, что ему за его молитву, за его праведную такую, как бы сказать, жизнь, Господь должен или может какие-то откровения дать, а на самом деле оказывается, что-то не совсем он Господь. Конечно, это же прежде всего, прежде всего, та история, которую вы все давно знают, что когда старец один молился и сказал, что я уже возомнил, что он достиг великих степеней молитвы, то мы отправили его к крестьянской женщине, которая жила с пьяницей мужа, и сказали, что ее молитва выше, чем твоя, которую ты целыми днями читаешь Акафисты и Псалтирии и Евангелие. Оказалось, что она просто говорила, слава Богу, за все, и что муж не требовал, что дети не требовали, что как по хозяйству нужно было хлопотать. Она все время повторяла, только слава Богу, за все, то есть и выполняла свою женскую, тяжелую работу. И эта молитва оказалась выше, чем молитва того старца, который помнил о себе, что он достиг уже каких-то степеней. В наше время очень много того, что очень много мнят о себе. И так называемые старцы, и так называемые подвижники, то есть они очень много о себе мнят. А по сути являются, ну не только, еще и некоторые являются оккультистами. И таких примеров тоже достаточно, которые маскируются под православных подвижников, то есть и под прозорливых, еще каких-то, либо достигших каких-то степеней. Все при изучении оказывается, что, в общем-то, это их оккультизм. Таких тоже примеров и в Киеве достаточно. В Катюжанке там промышляет человек, священник оккультизма. И здесь, в Киеве, в Октябрьской больнице. Таких много. У меня было дадено два священника, которые являлись оккультистами и колдунами. А каким образом я распознал их? Потому что, ходя на освящение квартир, после того, как он, священник, освятил квартиру, ко мне приходил человек, который жил в этой квартире и просил заново освятить квартиру. Я говорю, у вас же был батюшка. Говорит, мы не можем спать, нас по ночам душа. Ну я удивился, пришел и, обследуя квартиру, нашел, что три креста стоит на три стороны света, а четвертого креста нет. Либо он стоит на одной стене, то есть, поскольку по прежде всего основополагающее при освящении квартиры на четыре стороны света ставится крестное знамение. И вот одна сторона света не закрыта крестным знамением. Мне приходилось переосвещать квартиру. После этого я просил, чтобы люди в течение двух месяцев, после, ну, по прошествии двух месяцев перезванивали и сообщали о результатах. То есть, ну, никто не перезванивал, приходилось самому звонить и спрашивать, что у вас, ну, мы боимся от класса, все хорошо, типа, все хорошо. После этого я просил, чтобы написали докладную в Метрополию о том, что происходило. Таких лиц, боже, было при первом священнике шесть, при втором четыре. То есть, ну, и говорить о каких-то совпадениях, напрасностях или еще каких-то, ну, ошибках, этого просто, ну, невозможно. Ну, да, такое невозможно. То есть, это люди, которые специально, находясь в сане, занимаются оккультизмом. А для чего это делается? Для того, чтобы квартира освещается раз и на всю жизнь. То есть, ну, максимум, что может священник прийти на этой квартире, посетить водосвятные моления. Но нет необходимости снова совершать чин освещения помещения. А когда же у людей начинаются проблемы, то каждый месяц освещать. Ну, это же каждый месяц тебе должен прихожанин жертвовать. Так раз в жизни пожертвовал за освещением своего жилища. А так каждый месяц приходила одна бабулька, которая... Олег Сребролюб. Ну, естественно. Ну, это еще ладно бы Сребролюбе. Оккультизм. Так приходила она бабушка к священнику. И каждый месяц она его брала на дом, чтобы он заново освещал квартиру. Мальчика, а вот скажите, пожалуйста, как распознать, что действительно Господь, что, то есть, государь православный, которого дает Господь, который благословляет. Вот как распознать от, ну, как бы сказать, проходимцев? Того, кого Господь определит на царство русское, того, кого Господь поставит сам, потому что Господь сказал, я дам царя, и все во вселенной изменится. Он будет, как мне, может быть, человек уже, который, как мы уже до этого говорили, который уже вкусит смерть. То есть, он уже, умерший однажды, будет Господом воскрешен, и поэтому будет обладать сверхъестественной властью, и как мы молимся о том, чтобы у него были все дары духовные. То есть, он будет обладать и прозорливостью, и чудотворениями. Ну, то есть, Господь дарует ему все дары духовные для того, чтобы никто не мог ни противиться, ни обманывать, ни еще что-то. То есть, для него... Да, не убить, самое главное. То есть, все дары, которые имели святые отцы наши, которые мы читаем, жития Дмитрия Ростровского, будут сконцентрированы в образе грядущего царя. И, таким образом, он будет настолько всемогущий, настолько явен и ясен, что никакой земной человек... Свидетельство не понадобится. Да, естественно. Да, и при нем же сразу же и батюшка Серафима скреснет, и еще какие-то чудеса произойдет, которые там... Подобно, как вот у нас Бог сказал, что если он скажет, что Христос... Да, вот там или там, не имейте. Не верьте, там в пустыне не ходите. Совершенно верно. Поэтому, никакие сейчас сборы, вот в России сейчас существует такое общество, называется Двуглавый Орел. Тоже я с ним, с руководителем, с этим встречался. Бывший, бывший высокопоставленный контрразведчик, то есть, об этом все сказано. То есть, по всей России... Бывший контрразведчик, не бывает. То есть, по всей России это общество распространяется, и они у них... Цель общества, значит, 2000, я не помню, в каком-то году, чтобы был царь православный. То есть, все, короче, задумка интересная, но по себе... И Господь должен с этим согласиться? Конечно. Он же все должен делать, как общество велик. Или же, опять же, ну, они хоть в каких-то православных рамках выступают, а вот, естественно, Гугенцоллер, это ветвь, претендент. Да, та ветвь, которая была самая нечестивая, была сохранена специально этими цареубийцами и всеми последующими поколениями, искусственно выведена та нечестивая веть рода Романовых, который там, значит, был женат на свои двоюродные сестре, из них, у них родился этот коллега, то есть, определенный... Брак неправильный. Совершенно, да. Царь запрещал этот брак, Незаконно. Да, царь запрещал этот брак, они все равно это все произвели на свет этого своего отпуска, этот отпуск потом был женат, его женили на... Ну, уже после революции, в эмиграции, его женили на представительницу рода Рокфелев и Ротшильдов, я точно не помню. Ну, естественно, Ротшильдов. Ну, естественно, из него потом появился и так далее, и так далее. Сейчас ее живет такой внучек ихний, то есть, Юра Гугенцоллер, которые кричат, что это наш будет царь. Я сам лично видел эту Марию, Гугенцоллершу, которая приезжала, императрица ее, все расхваливали и окружение ее, то есть, но на ней даже креста нет православного. То есть, человек идет с декольте и брошкой висит, ну, как можно вообще представлять, что... Ну, уже мешает крест. Да, конечно мешает, неудобно, да, да. Людям... И в моде сейчас. Да, вот поэтому... И поэтому их очень массированно планируют и желают возвести на трон этого Юра Гугенцоллера. Ну, еще множество других, это я говорю еще о законных претендентах. Там есть еще линия княгини Ольги, то есть, и там еще великой княгини Ольги. Это написано... Да, совершенно верно. Это написано в протоколах семянских мудрецов. Я не помню, в каком пункте, но четко, конкретно написано, это их задокументировано в протоколах, что если захотят, то дайте им нашего царяка. То есть, готовятся уже царя. Да, совершенно верно. У них это все готово, не то, что готовятся. Вот, как я уже сказал, яркий представитель Юра Гугенцоллера. Ну, если не пройдет он, значит, будут еще какие-то другие. То есть, любые потуги и любые, значит, движения в восстановлении монархии, исходящей от рода человеческого, являются ложью и неправдой, ведущей еще к большей и еще к худшей погибели всего христианства и всей вселенной. Только Господь. Вот, поэтому... Был же такой в истории жития святых случай, когда человека убивали, верующего, да, а он потом Господь воскрешал и человек, допустим, жив еще там много лет. Ну, это мы прекрасно знаем, допустим, великомученица Ирины, что в житии Дмитрия Ростовского описывается, как ее казнили, похоронили, ангел ее воскресил, сказал, что ты получила венец мученический и уже исполнила предназначение свое. Но для того, чтобы были послами нечестивые, Господь тебя воскрешает и после этого она еще долго трудилась на проповеди. Кстати, в современном Житии Святых это уже убрали, почистили, то есть переиздание книжечек, это все убрали. То есть все, что связано с воскресением измертых, все убирается, все чистится. Вот, допустим, отец Иона Киевский, который был в трехлетнем возрасте, был на небе и в ночь много сам Ионовский монастырь, это раньше издавал Жития Святых, очень подробно описываясь, как он был на небе, по-моему, раз в три года, потом в пять лет. В настоящем издании путешествия отца Ионы в загробном мире в младенчество это всего уже не издается. Поэтому старое Жития Святых и старые издания, ну, точнее, первые издания книг, которые описывают Жития Святых, они более ценнее и унесут более правдоподобную информацию. Отрока, которого монахи по сребролюбию утопили. Да, утопили, совершенно верно. Есть таких примеров бесчисленное множество и затем этот отрок, он жил и стал в монастыре подвязаться, стал монахом, то есть это говорят по преданию, что это и был Гавриил или Георгий, Гавриил, да, который взял икону Божией Матери Иверскую, то есть принял, то есть пошел по водам и взял икону. Предание говорит, что это был тот отрок, который воскресил архангел после того, как его утопили монахи. Ну вот один из ярких примеров, мы знаем с откровения Иоанна Богослова, что Господь пошлет двух светильников, которые будут проповедовать три с половиной года во времена Антихриста, обличая его. Это Енох Илья, а вот третий светильник, который есть только в предании, что это Иоанн Богослов, который вкусил смерть, что он сейчас пребывает и явится как Илья для... Точнее, он не вкусил смерти, его покрыли его могилу живым, то есть его похоронили заживо, он же не умер, то есть никто не видел смерти, его покрыли заживо, а когда скрыли могилу, его нет. Вот есть предание, что Илья будет для иудеев, Енох будет для язычников, а Иоанн Богослов будет для христиан. Дело в том, что настолько пророчества и настолько события, они многогранны, то есть будущее, оно многогранно, то есть, поэтому все воли Господней, пророчества любые могут быть изменены, поэтому явления Ильи, Ноха и Иоанна Богослова, они будут уже в той крайней степени антихристианского общества, которые будут уже в самом конце. А мы сейчас говорим о том, что Господь этот самый конец может принести и на сто, и на тысячу лет. А у кого будет правление православного суда? Это неизвестно, потому что если человек, принявший смерть и в своем бессмертии, сколько может человек править бессмерть, находясь уже, ну то есть, который уже не будет вкушать смерть. 50 лет, 100 лет, 200, 300, и это уже, потому что миссия православного царя, это прежде всего подготовка, подготовка земли к пришествию Христа. То есть, как Господь сказал, что будет проповедано Евангелие по всей земле. Конечно. И идите, научите все народы, то есть, чтобы возвещено было Евангелие, истинное Евангелие. Конечно. Не ложное, не ложное толкование, а именно истинное, именно как раз православное. При создании православного государства, при даровании помазанника Божия. Ну, у нас же, у нас же понимать, что у нас и православная это сейчас вера в определенном искажении находится, потому что, вот, поэтому и миссия православного императора как раз заключается в восстановлении, ну, восстановлении самого православия, естественной проповеди во всех остальных языках, потому что чудеса, которые многие святые, допустим, говорят, что если Господь дарует царя, потому что жизнь будет как в сказке. То есть, это жизнь такая, которую мы даже представить себе не можем. Как это будет происходить? То есть, все будут активно заниматься духовным делом? То есть, не будет представить, что там, что хочешь, что и делать? Ну, у каждого найдется, потому что, вы поймите, что Господь знает всю Вселенную, Господь знает весь молекулярный состав каждого человека и всей Вселенной, безграничный, зная каждый, каждый атом и каждую частицу, которую нам еще не откроют. Зная это все, также Царь будет знать каждого своего верного. Очень сложно представить о том, какое будет иметь дарование Царь. То есть, всемогущество, то есть, поэтому он и будет даровым Богом, потому что он будет иметь такое всемогущество и такое знание, что невозможно будет... Он будет прозалив, он будет каждого человека одновременно знать каждого человека, живущего не только в России, но и во всём мире. То есть, каждый помысел будет, как Господь знает помысел каждого человека, так он дарует и возможность Царю иметь это безграничные знания. и любой помысл. Поэтому любое зло, оно может искорняться сразу. Только человек, кто помыслил, сразу же могут к нему прийти. А вот я скажу интересный такой момент из Писания. Мне как-то тоже сказали, что вы, батюшка, давайте нам слова из Священного Писания, потому как предания, там святые отцы. Что Священное Писание об этом говорит? Может такое быть или нет? Мы знаем, что Христос и рей вовек по чину мелхиседеков. А кто такой был мелхиседек? Это царь, священник и пророк. Мелхиседек это царь правды, это был образ Христа. И мелхиседек он был правил городом, государством Салим, а Салим это мир. То есть как образ, что во времена еще Ветхого Завета при патриархе в Рааме существовал такой царь, которого Господь даст на последние времена. Это царь, который был действительно, никто не знал когда он родился, когда он убил. Никто не знает точно сколько он правил. То есть это был как бы бессмертный царь. Он был и священник, и пророк, и царь одновременно. То есть ему было дано ведение всего. И даже он пророчествовал Аврааму о Иисусе Христе. И через него Господь как бы дал образ таинства Евхаристии. То есть он ему дал хлеб и вино. И вот что действительно в истории Священное Писание говорит, что такие варианты возможны. То есть вот как вот Иона был в очереве рыбы большой, три дня и три ночи, и говорит о том, что вот лет где-то 20 назад в море в японском поймали китовую акулу. И когда разрезали живот, там оказался японский моряк. Ну, оказалось, что он был дезертир. И когда он сбежал там, в общем, смысл в том, что он попал в чрево этой, как бы сказать, этой большой рыбы, вот. И, а у них есть воздушная камера. То есть она его заглотила, он попал в эту воздушную камеру, так как мы знаем, что китовые не имеют жабр, у них легкие. Соответственно, чтобы надолго под водой быть, у них должен быть запас воздуха. А этот запас воздуха находится в них внутри. Вот. И он говорит, я когда туда очнулся, понял, куда я попал, я потерял сознание. И так трое суток. Ну, примерно. Я к чему это говорю? Что Господь дает нам, даже в наше время, такие научные доказательства того, что, вот, пожалуйста, если это сейчас есть, это было в газетах описано, то есть это все можно посмотреть. Вот. Если это сейчас имеется в наличии, значит, то же самое, что это не иносказатель, что действительно и он был в очреве большой рыбы. Ну, там, древний природ не говорит, что это кит. Что это была большая рыба, да? Вот. И вот реально, что это есть возможно. И то же самое Священное Писание об этом говорит, что это был царь правды. Так же самое. Мы ввели все в мире радости. То есть сама жизнь при Милхиседеке, она была наполнена радостью человеческой жизни. То есть там... Все законы были божественные, да? То есть не таких... И все соблюдалось. Не разрешалось абортов, как у нас сейчас, ну, условно, на конституционном уровне, там, каких-то гиппарадов, ну, в таком плане, что все при помазаннике Божьем, который Господь даст, что сама, как бы, законы Божьи будут являться конституцией. Не так, как сейчас у нас сейчас церковь государства, что есть закон Божий и закон государственный. А что закон Божий будет законом государственным. Конечно, потому что в противном случае, то есть, как я уже сказал, что любой другой человек, который каким-либо образом зайдет и присвоит себе трон, это будет лжецом. Это будет же монарх. Магринский антихрист. Да, это будет уж настоящий предтеча, уж самый-самый настоящий предтеча. Почему многие такие богословы, как Осипов и прочие, прочие, они имеют свои цели, тоже говорят, что Россия должна родить антихриста. То есть, в России, прежде всего, родится антихрист. Для них православный царь это уже антихрист. Они ссылаются на Игнатия Брянчанинова. Они очень много делают. мы не будем сейчас говорить о теологумене, то есть, богословской ошибке, которую они там себе мнят. Но у них другое задание. То есть, им их все равно. То есть, главное, чтобы как можно больше отвлечь общество от того, что действительно нужно на потребу. Нужно молиться одарования царя. Вот все, что Господь сказал мне, то есть, лично, то есть, как ты молился одарования царя, иди молись, я дам России царя, и все, в основном изменится, следовательно. И все, что самое главное, должны все верующие об этом родить. как это было в смутное время, то есть, как было еще во время татаро-монгольского нашествия. Все только по молитве исправлялось. А сейчас, давайте вот сейчас проведем собрание, проголосуем, выберем, и все. часто я такое слышу, когда-то было, что собрались бояре, духовенство, миряне, и выбрали себе царя. Ну, 1613 год. И часто это, как бы, вот даже тоже, так что, давайте выберем царя. Я им объясняю, ну, по-простому, что, почему многие на этом, как бы, ломают ноги, спотыкаются. Никакого выбора царя в 1613 году не было. То есть, это сейчас нам пытаются, для чего? Чтобы мы выбирали, не Господь выбирал, так вот, тогда не выбирали царя. Романов, Михаил Романов, он стоял ближе всего к престолу, ну, по понятиям царя наследия, и они пришли не выбирать его. И насильно его поставили. Да, его пришли просить, и мать долго не соглашалась, и она, и ради этого была создана клятва. То есть, они просили его, никто не голосовал, никаких референдумов, там, бланков, там, или поднимите руку, кто за, кто против, такого вообще не было. Помнишь, что сказала Марфа? Нас сказала так, что вы, говорит, народ такой, говорит, что, говорит, вам, говорит, царя, говорит, то убить, то еще что-то. Ну да. Да, я не отдам вам сына своего, то есть. И когда уже, ее подвели самую под клятву, сказали, ты сама будешь проклятая весть, но раньше народ-то был богобоязненный, совершенно другое понятие веры. И когда все ей сказали прещение, что мы тебя проклянем и весь твой род и все такое, то есть ей выбора не было. Глубо говоря, насильственным образом поставили ее сыну на царство. Ну, мы говорим по откровению Божию, но происходило это не от воли человеческой, потому что воли человеческой, в частности, матери была против этого. То есть, мать не хотела и не соглашалась, и долго не соглашалась. Ее умоляли, ее упрашивали, да, но она говорила, что вы, что вы, я никогда не отдам сына своего, потому что то, что вы творите, это невозможно. Ведь перед этим, конечно, она прекрасно понимала, ведь перед этим убили уже законного наследника. И следующий, кто должен был войти на царство, это сын Бориса Годунова, то есть, отрок Федора, и его убили просто так же, когда произошло очередное перебор. Интересно, усматривается образ Богородицы. Поэтому я это о чем говорю? Это о том, что, ну, мать ужасалась, что у них чуть-чуть не так, что что-то раз, убили сразу. И она не отдавала. Вот как Божью Матерь просил Господь через Архангела, да, то есть, пока она не сказала сиропа Господня, да, будет по-глаголу. И она же знала, на что впереди, то есть, сначала спросили у мать, отдает ли она сына своему. И вот здесь то же самое происходит. А вот интересно, мне когда говорят, а какая, мол, разница, что и без царей хорошо жили, ну, в таком плане, да, богач Ивандельский и жил хорошо, вопрос, куда он попал. То есть, тут вопрос не в том, что мы хорошо живем или плохо, вопрос, куда мы попадем в вечности, это первое. Конечно. А второе, посмотреть даже, говорю, ну, просто посмотрите на историю, даже невооруженным взглядом, там, не разбираясь, что было за 300 лет дома Романовых на Руси и что 100 лет после убийства государя. То есть, Осиповы, вспомнили, Алексея Ильича, который, ну, если отбросить многие вещи, ну, некоторые вещи, прекрасно богословно. То есть, отбросить, какие-то червивые вот эти. И вот он один раз, я тоже когда-то на это повелся, поверил, как бы, не разбираясь. Игнатий Бранчанинов пишет еще до революции, что русский народ может и должен осуществить, там, идея всемирной монархии, в общем, привести к власти антихриста, что именно, вот он говорит, что вы хотите царя, голубчики, ну, вы его, мол, получите. Вот видите, что писал Игнатий Бранчанинов. Но мы знаем, что сатана тоже вырывал слова из священного писания и предоставлял Господу, да, а Господь что сказал? Написано так же. И вот, когда исследовали этот, что ж там действительно Игнатий Бранчанинов написал, то, что Осипов цитировал, да, действительно, есть такие слова, но они вырваны из контекста. На самом деле, что он писал это до революции. И вот, когда православный, скажем, русский народ, это и украинцы, и россияне, и белорусы, то есть имеется здесь в виду, когда они предали своего царя, и когда его с ихнего молчаливого согласия он был убит со всей семьей, вот они и стали орудием делево царения Антихриста. То есть он, понимаете, как бы, вот вроде бы и правда какая-то, он говорит правду, но на самом деле это правда какая-то такая вот условная. То есть он ее манипулирует, как вот отец Сергей говорил, что вырвали из его слов там Рафаил Береста, да, и вот говорит, что, то есть, ну, вроде бы слова его, но как-то так можно же поставить. А отмечания нет. Да. И вот здесь действительно, что русский народ может и должен, то есть он и стал, как вот иудейский народ предав своего царя, как русский народ предав своего царя. То есть мы таким способом, отвергая власть Божью, Божью, Богом поставленную, Богом помазанную, мы приближаем пришествие Антихриста. Но это совершенно не относится к тому, что именно того, как бы православные люди, которые ждут помазанника Божия, настоящего от Господа, что им Господь за это даст, мол, как бы, Антихриста, вот как, он еще тоже, Осипов приводит пример, что израиль, израильтяне хотели царя, попросили, и Господь им дал бесноватого Саула. Ну, что видите, вот как вот просили, получите, вот, что сам по себе институт царей, это плохо, но если внимательно посмотреть тоже в Священном Писании, во-первых, Бог не давал бесноватого Саула, а я это подчеркиваю, что сам Алексей Осипов, он именно это и сказал, это есть его интервью, все могут посмотреть, бесноватого Саула, он не был бесноватым, он стал потом бесноватым, когда возгродился, а до этого это был один из, ну, как бы лучший из людей, да, в то время, то есть, и при нем, пока он слушал Господа, все было хорошо, то есть, Израиль как бы поднимался, возрастал, когда он перестал его слушать Господа, тогда все пошло как бы наперекосяк, но, опять-таки, тут не говорится, что сам по себе институт царей, это плохо, Давид слушал Господа, и все хорошо было, то есть, понимаете? их задача оплевывать царскую власть, все, то есть, задача, к тому же, вот еще, я отец Сергий встречал с Афона, есть тоже движение, отец Афанасий, которые выступают, как бы, за возрождение Святой Руси, но в то же время, они за поднятие института судей, ну, как вот, Гедеон судья, Самсон судья, то есть, как бы, царя нам не надо, но надо судьи, милые мои, посмотрите, историю, Священное Писание, кто такие судьи были, они все имели полномочия царя, то есть, назывались просто судьями, Моисей, первый, кто был на Моисеем, свидалище, как сказал Господь, сели, кто он был, царь, все полномочия, как, что скажет Моисей, то, это самое, я буду говорить через него, его слушайте, когда он ушел, на, за скрижалями, да, Израиль склонил патриарха Аарона к тому, чтобы кидало поклонничеству, хотя патриарх Аарон не хотел, но он не мог сам ничего сделать, пришел Моисей, порядок набег, Гедеон, то же самое, помните, меч Господа и Гедеона, то есть, почему Господь решил именно так, сказал, что и Гедеона, то есть, достаточно было бы сказать меч Господа, но почему, потому что Господь указал, вот человек, я вам поставил, и вы его слушайте, как меня, да, то есть, и на самом-то деле, просто, что институт судей, это институт царей, которые сменялись по воле Господа, а уже начиная с царя Давида, это был институт, и даже может из Саула, это был институт, который уже идет по наследству, они говорят, что вот они до этого не было, а вот израинтяне на свою голову попросили, у них были цари, просто они попросили другую форму, да, ну пусть, допустим, менее совершенную, ну к примеру, но все равно это намного более совершенное, чем просто выборная, как вот у нас сейчас, выборная власть. Опять же, мы говорим о том, что вот еще одно общество, которое уводит людей от того, что нужно, то есть там они какие-то судьи, то есть я не знаю этих афонских, я лично общался с ним. Ну это опять очередное, опять же, то есть мудрование, которое... Расколоть, да? Еще что хочу сказать, что Господь настолько прост, настолько прост, что простота Господа, когда ты стоишь перед Господом, да настолько, даже перед своим родным отцом или со своей родной матерью тебе гораздо сложнее, о чем-то говорить или как-то общаться, да с любым человеком, чем с Господом. Мы говорим, Господи, прости, да? Поэтому да. А здесь вот мудрование афонское возникло такое. Вот они так хотят. Ну почему же? То есть никто не хочет просто... Они решили, что Господь должен с ними... Услышать, да, услышать, услышать, что Господь говорит, я дам России царя. Не вы выберете. Да, не вы выберете. И не какого-то судью. А я дам России царя и все во Вселенной изменится. Давид, тот, которого сам Бог выбрал, означает возлюбленный. И поэтому здесь вот то же самое. То есть не люди дадут... Не Саула мы выберем. Да, не Саула, а Давида. Вот совершенно верно. Вы правильно сказали. Потому что вот им скажем, что сейчас определенная часть общества хотит Саула. То есть определенная часть, которая готовит Юру Гуинцолера и еще кого-то. То есть та часть общества, которая антихристианская, если они по протоколу сионских мудрецов, это та часть общества, которая хочет Саула. То есть если не получается ничего, и общество созрело, они говорят, давайте на монархию. Все, надоела ваша демократия и коммунизм и все прочее. Дайте нам монархию. Они говорят, да, все, вот Саул. Мы все равно в власти. Да, конечно, конечно. Все остается то же самое. Только схема правления поменялась. И все. И нас еще в сто раз хуже, чем все председатели. В итоге, а мы молимся о даровании подобное Давиду царя, которого Господь сам избрал, сам помазал. И 20 лет Давид бедный ходил, овец спас, чтобы потом, пока Господь его не... воцарил. И опять же, Давид казнил всех тех, кто привел его к царству. Ну, точнее, род его истребил. Потому что, говорит, я не давал приказания убивать царя. И чтобы на меня не пал грех цароубийства, уничтожьте его и весь его род истребите. Всем нужен... Опять же, смотрите, основной... Даже в православии всем нужен... Всем нужен какой царь? Какой мы хотел. То, как хотел народ израильский, который пришел. Они же хотели, чтобы он римлян победил. То есть, устал и сделал им всех, чтобы им все подчинялись. А он пришел совсем по другому поводу. Он пришел душ чешские спасать. И не подошел под их параметр. Так и все основное общество. То есть, оно... Хотя от какого царя? Чтобы он тут все навел, вот тут и все. Но миссия – это совершенно другое. Как я и сказал, что изначально, то есть, Господь прежде всего дарует царя России для того, чтобы все изменилось в Осиене, для того, чтобы как можно больше душ человеческих спаслось. Потому что Господь прежде всего и ради этого пришел на землю, распялся и шесть часов жил на кресте только для того, чтобы спасти каждую душу человеческую. Миссия царя православного – это спасение душ человеческих. То есть, прежде всего. А плюс к этому восстановится и благолепие церковное, и изобилие земное. Но это второстепенная задача. То есть, то, что главное ставится сейчас. Вот, чтобы мы жили хорошо, чтобы у нас все было хорошо. Не было этих правителей, законы были хорошие. Но просто все равно земного, вот этого благополучия, временного. А миссия царя, прежде всего, это спасение душ человеческих. Это прощение тех миллиардов, которые томятся в аду. Это очищение их. Это очищение их. Эта церковь должна, прежде всего, настоящая, вот последняя церковь заниматься чем? Вымаливание душ человеческих. То есть, тех, чтобы опустило, которых бесчисленное множество всяких. То есть, вы хотите сказать, что если потомки меняют образ жизни в лучшую сторону, то это меняет и на участие. Конечно, весь род. Мы же знаем по житии мученика Уара, что он сказал, что я не только, ну, весь языческий род Клеопатр вывел, до 14 поколений вывел, за то, что она сохранила его мощь и почитала его. Нам нужен православный царь для того, чтобы не принять печать Антихриста, для того, чтобы устоять перед всеми кознями тех сил, которые ведут Вселенную к погибели. Прежде всего. И для спасения дух человеческих, для того, чтобы все, кто теперешний, томлиники ада, то есть, они были прощены, они были помилованы, они были… Хотя бы на страшном. Почему на страшном? Сейчас, ведь ада – это же не закрытое жилище. Ежедневно Господь кого-то милует, кого-то выводит с сада, кого-то прощает, кого-то вселяет. То есть, ада сейчас имеет функцию как бы тюремного заключения для души. Прожил нечестиво, иди там, пострадай, но его можно выморить, его можно вытащить, любую душу человеческую. За исключением некоторых, потому что есть души, которые Господь уже и такие там, Карл Марс и еще какие-то, Гитлер, да, Ленин, то есть, уничтожители рода через самоубийство колдуны – вопрос тоже неоднозначный, потому что Господь… Многие из них невидят, что творят. А Ленин, он понимает. Ахультизм, колдовство – это тоже… Тут очень сложно, поэтому мы не можем говорить о том, потому что Господь… Дальше я скажу следующий момент, когда мы вернемся все-таки к тому месту, где мы начали говорить о том, что Господь дарует России царя, и все у Вселенной изменится. После этого мы вернемся в вечность. После этого Господь вновь… То есть, я где-то в глубине сердца ощущал, что меня куда-то отправят, куда я очень не хочу, потому что я хочу быть только около престола Божьего здесь и здесь просто пребывать и больше ни о чем… Как апостол на Многорисово совершенно верно. То есть, больше мне ничего не интересует, но я понимаю, что меня все равно куда-то отправят. Это такое как бы глубинное чувство в командировку. Мне она не интересна, мне она не нужна, мне нужно остаться здесь. Я говорю, Господи… И все мои вопросы о Матери Божьей, о том, что дальше я спрашивал, они только были построены для того, чтобы как можно дольше задержаться около престола Божьего, поскольку время отсутствует, но некоторый момент он все равно течет. Хоть и безвременное пространство, но ты все равно находишься в общении. То есть… И я говорю, Господи, а что такое неизреченный глагол Твой? И в этот момент происходит эпогей, то есть моего пребывания совершенно фантастическое такое событие, которое как бы описать совершенно невозможно, потому что Господь, находящийся на престоле, вдруг с престола, то есть Он оказывается в моем сердце, а мое сердце становится как вся Вселенная. И вот находясь в совершенно непонятном, так сказать, в каком-то состоянии, то есть я слышу эту мелодию, это глагол, но как можно описать неизреченный глагол из его? Изречь-то невозможно, то есть это звук, это мелодия, но сам звук, это как, сам звук, это звук, ну, звук Дух Святой, то есть Бог Дух Святой, свет… Неизреченный глагол, да, который на челеском языке невозможно… Да, его совершенно… Это мелодия, но при том в этом глаголе он не просто иностранный язык, этот глагол, он понятен, то есть его не нужно переводить, этот глагол совершенно понятен, то есть и в этом глаголе Господь говорит, что если бы было необходимо, я бы вновь сошел на землю и распялся за спасение только одной души человеческой, неважно какого он рода, племени, звания, веры и прочее, и прочее, и прочее. Неважно, кто он и кем он был и кем он будет, но ради спасения его души, если бы это было необходимо, я бы вновь пришел и распялся и умер на кресте. Настолько Господь любит душу человеческую, потому что душа человеческая, она вечная. И для спасения этой души Господь вновь готов готов понести все муки, если бы это было необходимо. Но поскольку уже это свершилось, и Господня любовь распространяется на все творение, на все поколение рода человеческого от Адама до последнего человека, который будет рожден на этой земле. И вот после этого неразначенного глагола снова престол, Божий Господь снова сидит на престоле, и я уже находясь в совершенном состоянии полного дезориентации и полного такого уже сверхрадости, уже сверх каких-то таких глубоких чувств понимаю, что еще больше я не хочу никуда идти, то есть мне это совершенно не нужно, совершенно меня не интересует все, что там связано со мной и когда-то было. Я даже этого и не помню, то есть, но Господь, и я, по-моему, второй раз сказал, Господи, оставь меня уже здесь. Господь сказал, что тебе еще рано, и все рабы мои проходят испытания. Ты когда хочешь, чтобы тебя испытали? Сейчас или позже? И в этот момент, то есть свободная воля человека каждому дана, и каждый свободной своей воли выбирает, как ему поступить, и поскольку мне было дано тоже право выбора, то есть и здесь включаются как бы мысли, но все равно размышления проходят в сердце и происходит, то есть я вспоминаю, что если я священник, и если я скажу позже, значит, я построю храм под золотые купола, и у меня потом его отнимут, это будет перенести гораздо сложнее, болезненнее и тяжелее, нежели сейчас, поскольку я построил только нижний храм, и еще даже его не обустроил, то есть собирался только делать внутренние работы, то думаю, лучше скажу сейчас, я говорю, Господи, лучше сейчас, Господь говорит, тогда иди и готовься, сын мой, но поскольку отойти от престола Божия невозможно и нельзя ни по таким предлогам все равно, то есть я понимаю, что в принципе аудиенция закончена, я третий раз говорю, Господи, оставь меня уже здесь, а здесь, после этого меня как бы меня ангел, который все время находился сзади, я не видел лик ангела, он как бы все время находился сзади, именно за спиной, дает такую мысль и дает такое ощущение, что ты в армии служил, да, ну, ты рядовой, это генералиссимус, то есть тебе дан приказ, нужно выполнять, не нужно себя вести, и вдруг Господь, вселюбящий, всеобъемлющий, в эту радость вдруг тоже такое, появляется некое, можно сказать, суродство, то есть Господь, который говорит, делай так, да, а ты начинаешь вот настаивать на своем, потому что мне это неинтересно делать так, мне интересно остаться здесь, ну, то есть вечности, а не что-то еще делать, зачем, когда ты уже достиг вечности, еще что-то предпринимать в своей жизни. Я понимаю, что уже нужно соблюдать субординацию, то есть, хоть простота общения с Богом, она гораздо проще, чем с кем-либо общаться, но и здесь возникло чувство того, что рядовой, а тебе дан приказ и нужно выполнять, но отойти от престола Божия невозможно, и я говорю, Господи, покажи мне будущее, Господь улыбнулся, говорит, махнул рукой, говорит, покажите ему будущее, и меня ведут, показывают мое будущее, но ангел говорит, что запомнить мне его не дадут, я говорю, а почему, потому что ты, говорит, попросил показать тебе будущее, я говорю, ну так и что, если бы ты попросил, Господи, покажи мне будущее, дай его разуметь, тогда бы ты его запомнил, а поскольку, ну то, что просил, то и получил, поэтому очень важно, все, что мы просим, как вот там, одна говорила, мне бы в райушку, да с краешку, ну и так на краю, в райушку где-то там и болтается, вместо того, чтобы быть в Царстве Небесном и радоваться. Побеждающий наследует все, да, то есть максимализм. Нет, смысл в том, что, что человек просит, то, что человек выражает, то, что он говорит, то, что он даже одно слово, то есть нехватка моего слова, ну грубо говоря, моя-то была, как сказать, хитрость, мудрость Божия победила хитрость Поповскую, то есть мне там желание было только остаться около престола Божия, то, что мне вечный показ, все равно это вечность, то есть все равно там пребывание, а не возвращение обратно, то есть мне бы продлить бы пребывание, то вот любимые путя, поэтому и попросил показать мне будущее, То есть я не рассуждал о том, что нужно его знать обязательно. Но мне и показали будущее, которое не дали запомнить. Машенька, такой вопрос. Вот говорят, как Осипов говорит, что нам мешает спасаться. Мы можем ходить в храм, причащаться, исповедоваться, молиться, творить добрые дела, читать Писание. То есть не обязательно царь, чтобы человек, допустим, спасался с одной стороны. И в случае чего, то мы как мученики пойдем на страдания. И глядя на наши страдания, сотни, тысячи людей будут каяться и принимать веру. Что вы можете сказать? В этом случае мы видим мучеников, которые уже пострадали во времена советского гонения. Современные мученики. И где мы видим те, которые, вдохновляясь им, покаялись или общество изменилось. Царь, ну для того, чтобы изменилось все общество, чтобы изменилась сама структура власти. То есть мы не можем без него? Конечно. Ну все, царь там не может. Нет, каждый человек, каждый человек искренне, даже может быть и не знающий, что нужен царь, но искренне соблюдающий посты, соблюдающий там… Ну искренне верующий. Ну искренне верующий, да. Он получит свое спасение. То есть он даже как бы не понимал, что царская тема его как бы не затронула. Ему об этом никто не рассказал. Это точно так же, как спасение, допустим, инославных католиков. Ведь может быть, об этом Амросий Уптинский пишет, может быть спасен католик. Или как он пишет, я не помню, или Макарий Уптинский, или Амросий Уптинский пишет о том, что получил спасение мусульманский муфти из-за того, что он там был очень милосердным. То есть всем давал, раздавал все свои имущества. А когда умер, он оказался перед Христом и получил прощение. Ну естественно, опять же, что Господь сказал? Обитель из Царства Небесного множество суть. Не значит, что он поселился с преподобными в Первом Царстве, во Втором Царстве или в Третьем Небесном Царстве. Он поселился в земле кротки, в земле тех, которых получают прощение, тех, кого вымаливаете, еще кто-то получает прощение. Его там и поселили, хоть он и имел веру мусульманскую. Каждый человек может получить спасение. Но мы говорим о глобальном масштабе. О масштабе, да, всей страны, всего народа, о масштабе всего. То есть научите все народы, да? И Господь сказал, что вселенная изменится. Православный Царь, который будет дан России, приведет к покаянию всю вселенную. Вот Давид писал, все народы, которые ты сотворил Господи, придут и поклонятся пред тобой, прославят им это. Это не относится к этому времени? Возможно, возможно. Что именно при создании православного государства? Конечно. Что именно такое будет? В этом случае, потому что противостоять-то ему будет некому. В настоящее время мы можем только разрушением. Мы можем все равно, то есть ведь враг, он же везде, он все практически парализовал. То есть все везде находится в руках. Помазанник Божий он и дан на последнее время. На последнее время, чтобы общество приготовить к пришествию Христа. Ведь все равно, то есть общество разденется на два полиса. То есть с Царем и с Антихристом. Но когда придет Антихрист, это тоже не в одну секунду. И невозможно будет даже миссия Царя, хотя он и будет иметь все власти и все знания. Тогда как же сбыться пророчество? Ведь Господь мог сойти со креста, но он не сошел. Он шесть часов находился на кресте. Он страдал, проливал и искупал весь род человеческий. Для чего? Для того, чтобы свершилось само дело искупления. Так же и пришествие Антихриста. Оно однозначно будет. Но миссия Царя не для того, чтобы помешать пришествию Антихриста, а может быть отодвинуть сроки. Ну, то есть на какое-то время. Для возможности противостоять. Естественно, для того, чтобы подготовить, чтобы противостоять этому. И в конце концов общество разделится. То есть то общество, конечно же, истребление нечестивых. То есть это тоже миссия Царя. В Священном Писании действительно есть все. Все есть. Что мы видим? Господь дает через Моисея, обращается к еврейскому народу. Сегодня я предложил тебе жизнь и смерть. Выбери жизнь для того, чтобы тебе жить. И поэтому православное государство – это не только противостояние. Это еще и выбор для последних людей. Они хотят вечно смерть или вечно жизнь. Поэтому Бог даст, то есть Царство Христово в виде православного, русского, Царство под руководством помазанника Божия, Царя, и Царство Антихриста. Потому что мы знаем по пророчествам, что они будут в одно время. То есть у людей всего мира будет выбор. Кого они захотят поддержать? Это будет их выбор. Нет, но здесь, понимаете, что как раз у людей-то выбора-то и не будет. Потому что мы видим, какой выбор имеет средство массовой информации, которое будет говорить, что в России родился Антихрист. А поэтому мы изберем сибирного нашего президента. А потом его коронуем. Но коронации не будет, пока не будет восстановлен храм Соломона. Пока не будет храма Соломона, никого коронации не будет. Потому что они этим четко себя... То есть ихняя религия связана с восстановлением храма Соломона. Для этого нужна Третья мировая война. Потому что Первая мировая война была нужна для того, чтобы уничтожить русского царя и монархию вообще. Все монархии в мире. Потому что их практически не осталось. Английская, нидерландская. В Мороне, точнее. Ну да, то есть совершенно... Основные монархии, которые действительно имеют власть в государствах, они все уничтожены. Вторая мировая война нужна была для того, чтобы всего лишь... Для того, чтобы организовалось государство Израиль. Все, что и получилось. А Третья мировая нужна только для того, чтобы уничтожить мечеть Альякса, которая... Ну, Амара, так называемая, хотя... Ну, мечеть, которая находится на месте храма Соломона. То есть все. Больше для чего Третья мировая война не нужна. Она нужна только с одной целью. Потому что в противном случае они никак не могут. То есть они предлагали огромные деньги. Потому что все, 80% мировых золотовалютных запасов находятся в руках их. Они предлагали мусульманам, что мы на колесиках чуть-чуть отодвинем. Все, ничего не нарушится. Все, поднимем, отодвинем. И вот только чуть-чуть в сторону. Но мусульманскому фундаментализму, он всячески говорит, что если вы чуть-чуть что-то решите отодвинуть, мы зарежем, перережем. То есть объявим джахад мировой, то есть и перережем ваш весь рот. Все, вот это их. И поэтому нужна все войны Сирии и Бережнего Востока. Поэтому здесь, когда плюют в сторону современного правителя России, то есть здесь не совсем все однозначно. Потому что он в настоящее время является неким препятствием для осуществления их замыслов. Потому что после Сирии должны быть дальнейшие какие-то мероприятия. Главное, чтобы случайно прилетела какая-то ракета и случайно разбила эту мечеть. Ну, совершенно случайно. Да, случайно. И кто будет виноват? Ну, боевые действия везде. И вот там, или там, или там. Неизвестно, откуда, неизвестно, кто, неизвестно, как. Вот поэтому им нужно все это раскачать. Поэтому препятствия в тех процессах, которые происходят на Ближнем Востоке правителям России, он как раз оттягивает те сроки окончания мира. Потому что без храма Соломона не может быть антихрист. Поэтому все остальные, если еще затронуть тему всех остальных документов, то есть на них тоже можно не обращать внимания. Потому что без храма Соломона не будет антихриста. Без антихриста не будет печати. Без печати покаяние возможно до самой твоей смерти, какими бы грехами человек не был связан. Господь будет нас наказывать за что? Не за то, что мы грешили, а за то, что мы не каялись. То есть если даже взяли эти биопаспорта, то есть это не значит, что они совершенно люди уже 100% предназначены на погибель, это не значит, что они погибнут в вечности. То есть даже если он имеет биопаспорт, он может покаяться, но с пришествием царя все биопаспорта будут отменены. Следовательно, отмена биопаспортов, кодов, паспортов, еще чего угодно уже само по себе является о том, что царь, взяв на себя грех современных человечества уже своей миссией истребил и уничтожит вот это отступничество какое-то. Так что лучше, если мы вымолим православного царя, который отменит все коды паспорта и все электронные документы и вообще изменит всю, как и Господь сказал, что все у Вселенной изменится. Вот только посольят храм Сарамона, я сам пойду, сожгу все документы и пойду в лес куда-то, если не будет царя к тому времени православный. Все, храм Соломона восстановил. Вот для нас индикатор, то есть показатель. Мы говорим о номере, тогда, когда будет построен храм Соломона, тогда можно, короче, говорить о том, что нужно всем кричать во все рупора, по всем церквям, по всем монастырям и говорить, все, выбрасывайте все, у нас уже все, конец. Вот храм Соломона. Потому что после храма Соломона там венчается антихрист, там он дает всем печать. Просто я могу рассказать свою историю. У меня не было кода, и мне надо было устраиваться на работу. Но так как говорили, что код – это не печать, я его принял. Потом я спустя время принял священческий сан. Скажу так, у меня рак крови и трофические язвы на ноге. Я три или четыре раза останавливал гангрену на ноге. Кто не знает, что это такое происходит? Это отмирает кожа. Боли при этом такие, что, ну, я вам скажу так, что либо ты с ума сойдешь, либо у тебя сердце становится. И вот, а при этом приходилось служить. То есть, ты стоишь перед престолом, у тебя нога просто в костер поставил, эту ногу. И, знаете, как вот, мысль такая, не знаю, как по поводу кода, да, ну, надо бы отказаться от него. И вот, я стал собирать информацию, как же, принял я эту мысль, что надо отказаться. И Господь мне послал врача, который меня направил в нужное направление. И после этого мне стало, как бы, мое состояние, болезнь, оно стало меняться. Когда я стал собирать информацию о том, как отказаться, Господь чудным образом, у меня не было ни копейки. Господь меня взял в Иерусалим, вот, свозил Господь. И, в общем-то, приехав с Иерусалима, я отказался от кода. И, я понял одну простую вещь. Ни код, ни паспорта эти биометрические, это не печать. Нет, это не печать. Это голосование. Кто за печать? Это, знаете, как этапы голосования. Вот, когда отказался от кода, я понял, что именно это такое. Это, вот, действительно, просто голосование. Кто? Потому что о том, что это сатанистская система, и о том, что она приводит к печати, я думаю, спорить с этим никто не будет. Так вот, действительно, что вся эта система, это именно подготовка для того, чтобы человека запутать потихонечку. Сначала ноги, потом руки, вот, а потом уже и на лоб. Вот, я не собираюсь никого не переубеждать, ничего, это выбор каждого человека. но есть люди, есть люди, которые, прежде всего, отклоняются от учения церкви, которые действительно ставят во главу угла печать. Печать, прежде всего, это что? Это неимение покаяния перед Богом. Человек, который не имеет покаяния, он уже запечатан. И принял он ход, не принял он ход, он уже запечатан дьяволом, потому что у него нет покаяния, ему нет спасения. Притеча пришел, сказал, покайтесь. Господь пришел, сказал, покайтесь. И, кстати, слово покайтесь, это неправильный перевод вообще-то. Там стоит греческое слово метаноите. Это не просто покайтесь, это глагол, который стоит во времени, если переводить дословно на наш язык, непрестанно пребывайте в покаянии. То есть непрестанно пребывайте в покаянии. Поэтому прежде всего это покаяние. А все остальное это сопутствующее. Но сопутствующее тоже необходимо, потому что как человек, который идет на войну, ему нужна каска на голову, ему нужен бронежилет, ему нужен автомат. Понятно, что цель – это победа, но без этого тоже как человеку воевать. А так вот и все остальное. Оно сопутствующее. А сопутствующее нельзя ставить во главу угла. Вы знаете, сейчас есть такая тенденция, даже монастырь Зелотский, как его на Афоне, Евсегмент, я когда бывал там, и вот там интересно, в монастыре, значит, все, кто приходят в монастырь, он всех перекрещивает. Я говорю, как это так? Ну, веру в одинокрещение, как это вы перекрещиваете? Ну, у вас же типа обливанцы, вы все обливанцы, а мы погруженцы. То есть, я, ребята, говорю, у вас мозги погружены, и все. Вот, пожалуйста, вот можно сравнить, пожалуйста, то есть, таких же вот борьба такая. Да, и сегмент стоит там за правду, за все остальное. Ну, а это что такое? Я говорю, ну, хорошо, я вам скажу историю такую. Когда я крестился, я крестился вообще в таком состоянии, что по вашим параметрам я не то, что там обливанец, а я даже и супернекрещенец. Ну, я пришел, я стою перед купелью, на меня, значит, батюшка, ну, что ты, я говорю, докреститься, поэтому все, кто со мной пришли, друзья, никто не захотел, то есть. Ну, я подошел, думаю, да ладно, пойду, что-то, уж так и быть, одолжение Богу сделаю, все же таки сказали пойти покреститься, ну, пошел, пойду, покрещусь, уж так и быть, то есть, что-то. Это же был девяносто, девяносто первый год. Ну, думаю, ладно, пойду, уж покрещусь. Ну, батюшка, значит, во имя отца, и раз я чувствую какие-то вот такие волны, то есть, прям как-то вот так вот сходят. Сына, аминь, и святого духа, аминь. Три раза палил, ну, на дурную эту голову. Я встал такой, думаю, что это, что-то, что-то вообще, как бы, ну, подошел один человек с одними мысами еще, с такими мысами очень всякими. Что-то палил поп, я что-то совсем по-другому, то есть, чувствую, что... А дальше буквально уже вышел, то есть, на следующий день я уже не пил, не курил, то есть, я уже совершенно все, все в жизни изменилось. То есть, а дальше уже все сразу посчитали, что двинулся головой, то есть, один нормальный был человек, то есть, пил, курил, гулял, то есть, а тут стал вообще какой-то ненормальный. То есть, говорит, что надо вот каяться, да, не причащаться. И все, а дальше Господь повел, привел, вот, в итоге семинария, Академия и Престол Господний. Всеобщего покаяния народного не будет никогда достигнут при современных властях, как я уже сказал. То есть, при современных властях гражданских и церковных никогда никакого покаяния всенародного не будет о измене царю и предательстве царя. И это может произойти только о том, о чем мы просим. Господи, даруй нам царя и давляйт нам. Аминь. 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 Продолжение следует...